Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Российскую систему дополнительного образования можно с уверенностью назвать уникальной. Ни в одной другой стране мира нет такого количества разнообразных кружков, спортивных секций и других бесплатных учреждений для школьников. Что касается Самары, то в нашем городе работают более 50 учреждений дополнительного образования, в которых ребята развивают свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности. Одним из таких уникальных центров является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра внешкольной работы поезд городского округа Самара. О том, чем сегодня живет система дополнительного образования и какие меры принимаются для ее развития, мы поговорим с директором этого учреждения Викторией Юрьевной Башкировой. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, возможность и важность сохранения дополнительного муниципального образования. Расскажите, пожалуйста, а что на сегодня из себя представляет ваше учреждение? Центр внешкольной работы поиск является одним из старейших учреждений нашего города. Нам в этом году, 5 апреля, исполнилось 70 лет. Сегодня у нас занимается 2100 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Хочу обратить внимание на то, что занятия эти абсолютно бесплатные. То есть дополнительное образование в нашем центре доступное. Доступное разным семьям. Семьям и многодетным. Семьям разного статуса, разного уровня. И для ребят с разными интересами. Потому что у нас 6 направленностей образовательного процесса. Это художественное, спортивное, туристко-краеведческое, техническое, социально-гуманитарное и, естественно, научное. Как говорится, интерес найдется практически для каждого. И для тех, кто желает развить интеллектуальные способности. Для тех, кто желает творить и что-то делать руками. То есть рукодельное направление художественное, декоративно-прикладное творчество. Безусловно, одни из самых обширных – это направление художественное. У нас есть коллективы танцевальные, причем разных направлений. Современный танец, классический, народный. Также у нас целых три вокальных студии. Также несколько с разным направлением. Это эстрадный вокал и вокал эстрадно-джазовый. Направления близкие, но несколько разные, направленные на разную стилистику и разную систему развития данных ребенка. У нас с прошлого года есть свой фольклорный ансамбль. Он называется «Этнографическая студия», потому что ребята не только занимаются музыкальным, народным творчеством, но и также познают обрядовость, познают праздничные традиции. С точки зрения культурологии и этнографии это очень важно. У нас есть свой этнографический музей прямо на территории нашего учреждения. Касательно географии Центра внешкольной работы «Поиск» у нас есть одно центральное большое двухэтажное здание на улице Осипенко, 32А, и также еще семь дополнительных помещений на территории всего Октябрьского района городского округа Самара. Маленькие филиальчики такие, да? Да, то есть на первых этажах жилых домов в виде пристроев к жилому дому. Так скажем, если обширно говорить про географию, да, разброс наших помещений, это от улицы Аврора пересечение с улицей Дыбенко, и в противоположную сторону, то есть направление центра города, это улица Полевая и Молодогвардейская, то есть самое сердце Самары, можно сказать. Слушайте, а как символично, 70 лет и 7 дополнительных филиалов, маленьких центров, но я желаю вам только развития и распространить все ваши маленькие филиалы, безусловно, по всему городу Самара, потому что действительно учреждения у вас уникальны, и так разнообразен выбор предполагаемых занятий. Ну вот, конечно же, как вы совершенно верно заметили, поиск – это наследник, да, ведь и домов пионеров, и традиций, ценностей. А вот можно ли сказать, что сегодня поиск – это центр современного патриотического и творческого воспитания школьников? Конечно же, мы наследники, можно сказать, самые прямые наследники пионерии в Октябрьском районе, потому что центр внешкольной работы поиск раньше был домом пионеров Октябрьского района, еще тогда города Куйбышева, затем Самары. И первоначально мы появились в качестве, так скажем, небольшого кружкового объединения на территории дома сельского хозяйства. Затем было предоставлено отдельное здание на улице Радонежской, где сегодня располагается семинария. Но после развала Советского Союза в 90-е годы вышел указ о том, что помещения, которые исторически принадлежали церкви, нужно возвращать по первоначальному предназначению. И после этого было тогда администрации города предоставлено данное здание. Ранее был это детский сад. Здание находилось в запустении. При огромной помощи, поддержке администрации здание было отремонтировано и приведено уже в нынешний вид. И стало уже нынешним центром нешкольной работы поиск. Сегодня у нас базируются два военно-патриотических объединения, если говорить конкретно о воспитании патриотизма. Мы реализуем крупный проект по патриотическому воспитанию на базе всех наших объединений. У нас есть два волонтерских отряда. Волонтерский отряд «Поисковик», он разбросанный, состоит из всех как раз-таки ребят, которые занимаются на базе дополнительных помещений. Данные помещения, как структурные единицы, называются «Клуб по месту жительства», то есть где присутствуют и досуговые составляющие, и образовательные занятия, в том числе и волонтерская деятельность. И также второй волонтерский уникальный отряд, потому что он межнациональный отряд «Дети солнца». Это название ребята придумали сами в ходе одной из выездных смен в летнем лагере. Это ребята, которые представители не просто разных национальностей, но разных конфессий и культур. И вместе они делают добрые дела, делают что-то важное, и это их объединяет. Все границы, они абсолютно точно стираются, и никогда не дают о себе знать в каком-то негативном формате, только если в позитивном, да, то есть разные точки зрения, разные культуры, разные восприятия, которым ребята обмениваются в ходе живой и настоящей работы. Я очень много слышала о вашей работе именно в пандемии, вот именно волонтерское направление движения. Очень ценно, конечно, вы молодцы. А давайте сейчас вот в какой-то, может быть, организационном моменте перейдем. Скажите, а как можно присоединиться к вашей дружной команде, в том числе и межнациональной? У нас в социальных сетях, самых активных и знаменитых сегодня социальных сетях, есть официальные страницы. Их можно найти очень просто в любой поисковой строке социальной сети, набрать «МБУДО ЦВР Поиск». Так как группы активные, постоянно используются, в них постоянное прибавление подписчиков, ежедневные публикации, они находятся практически в первых позициях поиска. Также у нас есть официальный сайт «ЦВР Поиск», если даже на русском языке добавить слово «new», то безошибочно вы найдете нынешний современный функционирующий сайт. Можно выйти на обратную связь в данных контекстах, то есть в социальной сети, или найдя нас через сайт. Ну и также по телефону 334-3340 и 334-0950. Это мой прямой номер, который выходит в кабинет директора. Мы всегда с удовольствием выходим на любые социальные связи, которые положительные. Мы всегда очень активно принимаем свою дружную семью, потому что эта семья не только учеников, но семья социальных партнеров разного возраста. Мы сотрудничаем с общественными организациями, начиная от детских, заканчивая ветеранскими советами, объединениями, с администрацией района и так далее, с другими учебными заведениями. И более того, у нас очень дружная родительская семья, за что я родителям отдельно благодарна, хочу сказать огромное спасибо, потому что эта поддержка, она неоценима. Любая детская инициатива приобретает новые краски и новую мощь, как только ее поддерживают родители, более того, бабушки, дедушки, братья, сестры и все, так скажем, окружение детей. Какая у вас большая дружная семья. Вот остается только вам поаплодировать. Виктория Юрьевна, вы знаете, я сейчас хочу прервать наш с вами разговор и обратиться ко фильму, который вы нам любезно предоставили о Центре поиска. Давайте все вместе убедимся, какой это действительно очень интересный центр школьной и дополнительного образования. Наше время – это эпоха новых технологий, постоянного прогресса и самосовершенствования. Сегодня очень важно еще в раннем возрасте развивать в ребенке как можно больше способностей. Дать возможность для раскрытия его таланта, сформировать разнообразные навыки и воспитать его настоящим гражданином своей страны. А потом своевременно провести профориентацию. Прийти на помощь в решении столь непростых задач может учреждение дополнительного образования, многопрофильной и богатой своей истории, такое как Центр внешкольной работы поиск городского округа Самара. Наш ЦВР – это 50 педагогов, более 2000 учащихся, 7 клубов по месту жительства, постоянные выступления и победы в событиях всероссийского и международного уровня. Это интересная, яркая, насыщенная жизнь. А еще ЦВР-поиск – это большая дружная семья, в которой загораются звездочки, загораются от тепла наших сердец. У нас ведется работа по шести направлениям – физкультурно-спортивная, художественная, техническая, естественно-научная, туристко-краеведческая и социально-гуманитарная. Мы работаем с детьми и подростками от 5 до 18 лет. А теперь чуть подробнее о каждом из направлений. Самые многочисленные и востребованные – художественные. Сегодня в ЦВР-поиск есть шесть хореографических коллективов разной направленности. Образцовый театр танца «Самарка», отпраздновавший в прошедшем году 85-летие. Занимается в капитально отремонтированном помещении по адресу улица Первомайская, 27А. В программе народные, классические и современные танцы. На базе «Самарки» не раз ставились мюзиклы. В данный момент это направление работы возрождается. Еще один образцовый коллектив – ансамбль бального танца «Лидия». Здесь ребята учатся парным танцам латиноамериканской и европейской бальной программы. Танец народной эстрадной изучают в еще одном именитом коллективе поиска – хореографическом объединении «Дива», которое недавно отпраздновало свое 20-летие. Развить творческие способности совсем юных танцоров, обучить основам ритмики и разножанрового танца можно в студии «Эквилибриум». Это один из самых многочисленных коллективов центра, где занимаются ребята самого разного возраста – от дошкалят до выпускников. Еще одна «Жемчужина» – коллектив совсем молодой, но очень успешный, где работа ведется как по направлению народного танца, так и современного – ансамбль «Ровесник», занимающийся на базе школы номер 124. Развить себя физически и культурно, с пользой провести свободное время, обучаясь основам танца, может каждый желающий ребенок, придя в коллектив «Надежда», занятие которого проходит в клубе по месту жительства «Орленок» на гаражной 22. Найти себя в поиске могут и юные вокалисты. Целых три студии вокала приглашают ребят на занятия. «Премьера» – один из самых звездных коллективов. Его занятия проходят в школе номер 16. Здесь работают и с солистами, и с ансамблями. Ребята изучают эстрадный и джазовый вокал. Это является основной изюминкой образовательной программы. В центральном здании ЦВ размещаются студии «Бельканта» и «Семицветик». Здесь раскрывается море талантов в области эстрадного пения. А совсем недавно в поиске заработала этнографическая студия «Уклад». Здесь ребята не только обучаются народному пению, но также и русской обрядовости – основам истории, этнографии и культурологии. Учащиеся наших объединений художественной направленности являются многократными призерами и лауреатами городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов. У нас можно найти спортивное дело по душе – рукопашный бой, тэквондо, кикбоксинг, дзюдо, военно-патриотическое объединение, общая физическая подготовка, флагфутбол, настольный теннис. Непростое, но очень интересное направление – паркур. Наши ученики стабильно участвуют в соревнованиях областного, федерального и международного уровней. В поиске выросло не одно поколение чемпионов. Мы занимаемся ранним развитием детей, ведь сегодня это так актуально. Маленькие ученики центра познают основы грамматики, английского языка, арифметики в трех объединениях – школа дошкольника, любознайки и Академия талантов. Ребята, занимающиеся по программам технической направленности, учатся конструировать из бумаги, лепить, рисовать не только красками, но и песком, а еще фотографировать. Мы сохраняем исторически сложившиеся в ЦВР поиск направления, делающие его еще более уникальным и необычным – туристко-краеведческое и, естественно, научное. У нас целых семь клубов по месту жительства, разбросанных по всему Октябрьскому району. В каждом есть своя направленность, ведутся занятия, проводятся мероприятия, работает волонтерский отряд «Поисковик». Наши клубы «Одиссей», «Самарка», «Юный спасатель», «Каскад», «Диалог», «Орленок» и «Юность» всегда открыты для ребят. Гордость центра – городская программа межнационального общения детей и подростков «Самарская горница», которая вот уже четверть века успешно реализуется на базе ЦВР «Поиск». У нас есть две национальные воскресные школы – грузинская «Мзюри» и казахская «Акбулак». Наша звездочка – этнографический музей горница. Недавно ему исполнилось 25 лет. Мы всегда рады гостям. У нас постоянно проводятся экскурсии. А скоро в поиске будет второй музей – истории современности Октябрьского внутригородского района. Для него уже собрано 78 экспонатов. Уже разрабатываются экскурсии. А летом 2023 года будет косметически отремонтировано помещение музея. Официальное открытие состоится в ноябре текущего года. Ежегодно центром организуется и проводится 10 мероприятий городского уровня и 3 регионального. Эти списки ежегодно расширяются. Мы реализуем социально значимые проекты и уже добились успехов в этом направлении на всероссийском уровне. Наши педагоги многократно становились призерами городских, региональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Коллектив центра – это прочный тандем опытных наставников и молодых специалистов. Сегодня педагогический состав учреждения на 52% состоит из молодежи в возрасте до 35 лет. Здесь найдется дело для каждого. И наш слоган сегодня – внедрять инновации, сохраняя традиции. Конечно же, вы со мной согласитесь, что центр поиск – это и отличный старт для детей в спорте, творчестве и науке. А я сейчас попрошу рассказать все-таки, кто ваши учащиеся? Наши учащиеся – это самые разные ребята. Если говорить о гендерном составе, немножко преобладают девочки. Потому что творческих направлений много, но мы все-таки близимся к такой пропорции 50 на 50. То есть будем говорить так, пока 60% – это девочки, 40% – это мальчики, молодые люди. Это самые разные ребята разных национальностей, из разных семей. Причем не обязательно, это живущие в Октябрьском районе. У нас есть дети, которых возят из Кировского района, которых возят с Пятой Просики, с Куйбышевского района, то есть очень удаленные районы. И тем не менее, родители не жалеют ни сил, ни времени, ни какой-то своей занятости привозят ребят. Безусловно, сейчас наши учащиеся, буквально занимаясь 1, 2, 3 года, то есть совсем небольшой промежуток для творчества или спорта, становятся победителями всероссийских, международных, само собой городских, региональных конкурсов, фестивалей. Мы очень активно работаем над тем, чтобы дети именно самореализовывались, над тем, чтобы они росли лидерами, были уверенными в себе, где-то побеждали свои какие-то комплексы, вырабатывали правильные личностные качества, которые необходимы современному человеку и гражданину, и нашей страны, и жителю нашего города, безусловно. Также среди наших учеников, если говорить, например, о спортивном направлении, очень много кандидатов в мастера спорта. Ребята не просто занимаются только для общего развития, они выходят, безусловно, на уровне именно предпрофессиональной. То есть мы можем сказать о том, что да, мы центр, который является учреждением общего развития детей, но мы все-таки помогаем в ранней профессиональной ориентации, даем достаточно хорошую подготовку. И многие ребята для нас это очень гордо выбирают именно профессиональный путь, с этим связанный, так или иначе. И также хотелось бы сказать о том, что наши ребята – это постоянные участники городских и областных мероприятий. Это очень важно. Они имеют доступ к большой сцене, большой аудитории. А еще это очень приятно – делать что-то очень такое важное и, скажем, творческое для нашего родного и любимого города и нашего региона. Это очень важно. Я могу подтвердить, что ваши ребята постоянно выступают и на дне прессы, и на дне города, и всегда приятно видеть вот достаточно такую высокую планку уровня и подготовки. И они с таким удовольствием это делают, что, как говорится, любо-дорого посмотреть. Уникальная жемчужина вашего центра – это городская программа межнационального общения детей и подростков «Самарская горница». И работа, конечно, воскресных школ. Давайте поговорим об этом направлении. Да, это действительно уникальное направление. Мы по праву называем его «жемчужиной». Гордимся им в самом лучшем смысле. Данное направление было создано в нашем центре почти 25 лет назад. Совсем скоро мы отметим серебряный юбилей данной программы. Было оно создано по инициативе предыдущего руководителя, Софьи Геннадьевны Железниковой, которая руководила центром очень успешно и вывела его на новые уровни за свои 33 года работы в должности директора. Это поистине ветеранский срок для руководителя. И хочу отметить, что она никогда не сбавляла своих оборотов, невзирая на возраст, какие-то моменты и так далее. Она всегда держала высокую планку и очень много ввела инноваций. Сегодня, конечно, вам... Такой для вас положительный пример, да? Да. Вы можете считать ее своим наставником? Ну, безусловно. Так как я работала в центре внешкольной работы поиск, еще будучи студенткой с 2009 по 2012 год, далее уходила в систему высшего образования, уезжала по воле обстоятельств в другой регион, но вернулась и снова в свой регион и снова пришла в центр внешкольной работы поиск. Конечно же, далее опять работала педагогом, педагогом дополнительного образования, педагогом-организатором. И, безусловно, могу смело сказать, что выросла под крылом этого наставника и сегодня во многом беру пример. Поэтому мой сегодняшний девиз и для меня, как руководителя для учреждения, внедрять инновации, сохраняя традиции. Только так и никак иначе. И одна из таких мощных, таких замечательных традиций – это как раз-таки городская программа «Самарская горница». Созданная по инициативе Софьи Геннадьевны при поддержке других сотрудников центра тогда, почти четверть века назад, она объединила ребят разных национальностей. Так как Самара – регион многонациональный, да, это наша уникальность, это наша гордость. И в этой программе сегодня задействованы сотни, даже тысячи ребят. Это воспитанники национальных воскресных школ, это ребята, которые занимаются в этнографических коллективах, изучают так или иначе народную культуру разных этносов и национальностей. В рамках программы проходят городские крупные события, такие как конкурс народной песни «Истоки», конкурс народного танца «Традиция», городская конференция учащихся. Также у нас проходят региональные конференции для педагогов, что тоже очень важно. Обмен опытом в профессиональной среде – это очень-очень актуальный момент, всегда, и сегодня тоже особенно. Помимо этого, ребята ежегодно встречаются в городской летней модульной смене «Шире круг». В этом году мы назвали ее «Шире круг – новый формат», потому что пандемийные вот эти годы ограничений, к сожалению, нас отлучили от этой смены. Но в этом году мы набрали сил, терпения, смелости и возобновляем ее в июле на базе одного из пригородных лагерей, центров. В центре «Арго» нас встречают уже много лет, очень доброжелательно, гостеприимно, мы всегда рады к ним выезжать. Также хотелось бы отметить, что в данной программе задействованы ребята не просто разных национальностей, но и разных вероисповеданий, разных вообще абсолютно культурно-бытовых компонентов, воспитания, традиций. Они ими успешно обмениваются, они дружат. Для нас огромный показатель, что каждое событие, когда они встречаются, они обнимаются, бегут друг к другу. И более того, помимо ребят, конечно же, взаимодействуют их родители, встречаясь на этих событиях, и взаимодействуют педагоги. Это тоже, опять же, обмен опытом. Также в рамках данной программы, которой руководит один из методистов нашего центра, в 2020 году было крупное радостное событие «Новый ветвь развития». Был реализован проект «Сборник сказок народов по Волжье. Книга «Солнце». Этот проект являлся моим авторским, мне посчастливилось с ним стать победителем конкурса «Моя страна, моя Россия», президентской платформы «Россия – страна возможностей», получить денежную премию на реализацию. И в итоге этого книга вышла в формате А5, объемом 100 страниц, цветной печати, твердой лаковой обложки. И собрала она сказки народов по Волжье не только ребят из Самары, но и ребят соседних регионов. Это Татарстан, Башкортостан, Ульяновская, Пензенская область. В чем особенность этой книги? Сказки в ней были представлены сначала на родном языке, далее в переводе на русский, и более того, полностью проиллюстрированы ребятами. То есть это была в прямом смысле ручная работа, сканирование рисунков и так далее. Но это такой концентрат детского творчества. И более того, эти книги очень многие используют как просто книги, которые читают, например, детям перед сном. Вот такое внедрение культуры. Очень интересно вас слушать. И давайте, наверное, перейдем к педагогическому составу. И они в том числе внедряют, наверное, наставничество среди уже своих воспитанников. Но особенно это актуально, да, вы знаете, в этот год, объявленный президентом годом педагога-наставника. Расскажите, стоит ли и нужно ли брать пример с ваших педагогов, насколько они профессиональны в деле? Ну, для меня, безусловно, это моя профессиональная семья. Я всегда о них могу сказать только самое лучшее. Но если говорить объективно, говорить по профессиональным критериям, я хочу отметить, что более половины состава педагогов имеют высшую квалификационную педагогическую категорию. Я уже не говорю отдельно о наличии профессионального образования, этот момент не обсуждается. В нашем штате есть педагоги, которые являются выпускниками как таких творческих вузов, как Институт культуры, Ранее Академия культуры и искусств, так и педагогических вузов. Это педагоги разных направлений, как творческих, так и, например, педагоги по работе с детьми раннего возраста, то есть дошкольниками и младшими школьниками. Хочется отдельно отметить, почему около половины сегодня педагогов еще только готовится выйти на квалификацию, потому что это молодые педагоги. В августе 2021 года мы проводили сравнительный анализ и увидели, что 14% нашего педсостава составляли педагоги в возрасте до 35 лет включительно, то есть молодежь так называемая. Все остальные педагоги были все-таки представителями старшего возраста, и я поставила цель не просто коллектив дополнить, именно, обращу внимание, дополнить, не обновить, а дополнить молодыми кадрами и внедрить активно в повседневном формате систему наставничества. Сегодня наше соотношение – это 52% педагогов до 35 лет, и оставшиеся 48% – это педагоги старшего возраста. Но хочу обратить внимание на то, что в августе 2021 года педагогический состав у нас составлял в общей сложности 38 педагогов. Сегодня у нас работает 51 педагог. То есть вот оно – то расширение штата, которое позволило омолодить коллектив и внедрить систему наставничества. Она для нас повседневная, она для нас не что-то особенное в связи с годом наставника. Она наш повседневный, абсолютно нормальный, обыденный, но очень такой результативный компонент работы. И также отдельно я хочу сказать о том, что многие наши педагоги, они являются призерами конкурсов профессионального мастерства. Мы постоянные участники этих конкурсов, но хочу обратить внимание на такие высокие достижения, как у нас есть педагог, который методист, как раз-таки методист-руководитель программы «Самарская горница», которая была победителем областного этапа конкурса «Воспитать человека», одного из самых, так скажем, престижных конкурсов нашей системы. Педагог, руководитель воскресной грузинской школы МЗИУРИ была у нас финалистом всероссийского этапа конкурса «Воспитать человека». Мы ежегодно участвуем в конкурсе «Сердце отдаю детям». А в этом конкурсе у нас ежегодно есть победители городских этапов. А в этом году наша педагога стала финалистом областного этапа конкурса. И также, безусловно, ежегодно мы участвуем в одном из самых сегодня таких активных ярких конкурсов. Это конкурс, который проводится профсоюзом образования «Арктур», названный в честь одной из самых ярких звезд. Действительно собирает самых ярких представителей системы образования, и там могут участвовать не только педагоги, но и методисты, руководители, заместители руководителей. И так, в 2019 году наше учреждение, еще тогда под руководством Софьи Геннадьевны, стало победителем всероссийского конкурса «Арктур» в номинации программы развития учреждений «Я». Несколько лет подряд у нас были педагоги и лауреаты. В этом году мне посчастливилось стать лауреатом данного конкурса в номинации «Руководитель». И в середине мая я поеду защищать честь нашего региона и уже, так сказать, состязаться за первые призовые места. Ну вот на этой позитивной ноте мы закончим наш с вами разговор. Хочется пожелать вам удачи, успехов. Ну и, конечно, чтобы все задуманное обязательно реализовалось. Спасибо вам большое за участие в передаче, за очень интересную, позитивную беседу. Спасибо вам огромное. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну а гостью программы была директор поиска Виктория Баширова. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова